Матч судит Секретарь Валерия Князева, помощник секретаря Нина Шапунова, Нижний Новгород, инспектор Владимир Кудрявцев, всероссийская категория ЕИСК. АПЛОДИСМЕНТЫ Номер 12 Михаил Щербаков, номер 22 Александр Маркин, номер 1 либера Алексей Апачаев, номер 5 либера Владимир Шишкин. Главный тренер, заслуженный мастер спорта Алексей Вербов, тренер мастер спорта Константин Сиденко, тренер Олег Никонович. На площадку приглашается стартовый состав команды АСК Нижегородская область. Номер 3 Андрей Китич, номер 5 Антон Андреев, номер 7 Александр Пятыркин, номер 8 Виктор Миконенко, номер 11 Денис Петровс, номер 14 Дмитрий Виецкий, номер 2 лидера Артём Крайнов, номер 22 лидера Артём Зеленков. Главный тренер Юрий Телепов, старший тренер Андрей Дромишников. Главный тренер Юрий Телепов, старший тренер palace Кирилл, номер 1 лидера Артём, номер 4-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7-8-8. Главный тренер, кто уже субтитровый часок Миконенко, номер 11 Дюйов, номер 16-7-7-8-8-7-8-7-8-7-7-8-7-7-7-8-8-8-7-8-7-8-7-8-8. Добрый вечер снова всем любителям острых волейбольных ощущений. Ну что ж, Нижний Новгород, Фокзаричи, где местный клуб АСК сегодня встречается с Кузбассом и с Кемером. Ну так получается в окончании нынешнего сезона, что постоянно Нижегородскому клубу приходится встречаться, скажем так, с топовыми командами. Здесь уже были матчи с Локомотивом на выезде, ну и был матч с Казанским Зенитом, проигранный АСК-03. Но вот последняя встреча показала, что в плей-офф с АСК просто никому не будет. Матч с московским «Динамо» лидером регулярного сезона. Ну и сегодня вторая команда чемпионата. Гостит в Нижнем Новгороде Кемеровский Кузбасс. Надо сказать, что тоже уже себя обеспечил место в финале шести. Но поскольку команда очень ровно прошла весь нынешний сезон, всего четыре поражения на счету кемеровчан. Да, там пару раз проиграли московскому «Динамо», один раз казанскому «Зенитом». Но еще было поражение, такое достаточно неожиданное для многих специалистов, самотлора из Нижневартовска. В целом же все остальное забрали подопечные Алексея Вербова. Но и сегодня были опасения в том, что, возможно, Кузбасс не будет выставлять все свои главные силы и бросать их в бой. Но, как выясняется, все сильнейшие сегодня в деле. 10-го и 11-го числа Кузбасс проводил матч пропущенный. 9-го и 22-го тура с Красноярскими «Динусеем». И вот надо сказать, что во второй встрече не было главных действующих лиц. Сейчас в коллективе Вербова, прежде всего, касается, конечно, Ивана Зайцева, который является третьим бомбардиром чемпионата. Ну и не было также Александра Маркина, хорошо знакомым нижегородским болельщикам. В прошлом сезоне Маркин выступал именно за АСК и был, ну, наверное, самой главной грозой для соперников. Маркин тогда действительно выглядел очень-очень здорово. Ну и, надо сказать, и в Кемерово он второй бомбардир и смотрится действительно классно. Наряду с Иваном Зайцевым делают погоду за Кузбасс. И не случайно, что команда потерявшая вроде бы в межсезонье таких серьезных лидеров, того же Виктора Политаева, Гераслава Подлесных, в любом случае остается на плаву. Но, конечно, подписание Ивана Зайцева, это была просто бомба. Итальянец с российскими корнями, его отец Вячеслав Зайцев, олимпийский чемпион. Ну, наверное, всю эту историю уже давным-давно изучили, поскольку окончание регулярного чемпионата, 26-й тур, и все про всех уже все знают. Ну, вот мы видим, что сегодня Кузбасс бросает с первых минут все свои главные силы в бой. И пока на старте 5-1. Абсолютное превосходство гостевого коллектива. Пока у нижегородцев мало что получается. Один, вернее, 6-1 к настоящему моменту. Ну, и мы видим, что еще один одиночный блок срабатывает у Кузбасса на старте этой встречи. И в итоге вот так рано приходится Юрию Филиппову брать тайм-аут. А ну, в отношении Юрия Филиппову можно сказать, что действительно команда просто приподнялась в начале нового календарного года. Ну, а что касается настроя на заключительные матчи, то здесь и вовсе, наверное, большой пиетет и уважение к наставнику нижегородской команды. Сказал, будем биться в каждой встрече. Ну, там сказали, ну, шансов-то вроде бы как и нет особо. Там Московская, Динамо, Казанский, Зенит, Кемеровский Кузбасс. Нет? 6-1. Юрий Филиппов сказал, ничего мы тут не будем особо изобретать, будем просто рубиться в каждом матче. Ну, и весьма показательным был в плане рубки вот последний матч с московским Динамо. Действительно, такая своеобразная феерия здесь состоялась в Коке-Заречи. Ну, Динамовцы вообще на правах победителя регулярного сезона. Заведово, а белоголубые уже обеспечили себе первое место. Это задолго до окончания. Но и сейчас такие триллеры выдают, что в Нижнем Новгороде, что дома. С Динамо-Ленобластью тоже фееричный матч пятисетовый у московского Динамо. И там только на тайбрейке уже на баланс еще, причем, в 2018 белоголубые выиграли. Но это все отступление от темы. Пока мы видим, что превосходство Кузбасса никуда не девается. Да, бронзовый призер предыдущего чемпионата. Победитель чемпионата 2018-2019 годов. Ну, и по-настоящему, конечно, классный коллектив. В Кемерово боеспособный. Ну, как я уже говорил, да, вроде бы потерять Виктора Полетаева, но настоящая звезда российского волейбола. Потерять и Ярослава Подлесных. С другой стороны, абсолютно конкурентоспособным остается Кузбасс. Опять же, с учетом того, что удалось заполучить того же Ивана Зайцева в межсезонье. Ну, и, как я уже сказал, никуда не делся Игорь Кобзарь, который сейчас на подаче. Ну, вот такую подачу заряжает Кобзарь, действующий сборник. Ну, и здесь Зайцев попробовал тут черпачком этот мяч. Вытащить не получилось. И 4-8. Ну, так вот потихоньку, полегоньку. Нижегородцы начинают включаться в этой встрече. Так на старте долго спали, ну, а сейчас Виктор Никоненко. Но подача его не становится откровением для Севажелеза и сам же. Евгений Севажелез атаковал, но здесь блок сработал. Попытались обмануть кемеровчане. Обманным ударом не тут-то было. И 5-8. Виктор Николаевич снова на подаче. Севажелез принял. И снова та же самая комбинация. Евгений принимает. И обратная передача. Задняя линия вылетает. И 9-5. Ну, очень так по сезону видно, что вот эта комбинация работает. Либо с Маркиным, либо с Севажелезом у Кузбасса. Но есть такое своеобразное противоядие. Странная ситуация. Зеленков тут неожиданно ошибается на приеме. В позитивном приеме Артем хорош. Но вот сейчас что-то не сложилось. Александр Маркин, он, конечно, может своей подачей кому угодно усложнить жизнь. И мы так припоминаем по прошлому сезону, что в некоторых матчах и по 5 эйсов за встречу делал. Но вот сейчас Маркин не попадает в площадку. Хотя, я так понимаю, будет просмотр. Запрос у команды Кузбасс состоит в судебской процедуре видеопросмотра горобового момента. Поле АУ. Видим, да. Кемеровчане тут совещаются. Импозантно, как всегда, выглядит Иван Зайцев. Нет, не удовлетворен запрос Кузбасса. Поскольку мы видим на повторе прекрасно, что мяч в ауте, между прочим, достаточно далековато. Но в динамике тут разное бывает. Можно и не заметить. Можно предположить, что мяч где-то зацепил линию. Нет, в данном случае ничего подобного не было. Маркин принял. Здорово первый темп. Великолепный копзарь на Михаила Щербакова. Ну и центральный блокирующий завершает эту быструю темповую атаку Кузбасса. Еще раз повтор эпизода. Да, классно все это получается. Ну вот. Михаил Щербаков. Все из той же плеяды, которая выиграла чемпионат два года назад. И что там? Ну понятно, что мяч летит далеко в аут. Но показывает нижегородцы, что надо бы посмотреть. Здесь тоже прочувствовать, было ли касание. Ага, на касании сетки вообще судья-информатор говорит о том, что могут смотреть. Поскольку не было там, видимо, касания блока. Тяжелое какое-то начало для нижегородской команды. Вроде бы ничего не предвещало. Такие эмоции красочные были после предыдущего матча с московским «Динамо». Да, уступили на тайбрейке совсем чуть-чуть. 15-12. Но с другой стороны, действительно, рубились. И великолепный камбэк четвертой партии. Ну а что касается «Енисея», то, как я уже сказал, были спаренные матчи. Не «Енисея», а, конечно же, «Кузбасса». То были спаренные матчи как раз с «Енисеем» 10 и 11 марта. Ну и там первую встречу нужно было «Кузбассу» оформить свое попадание в финал шести со второй позиции в регулярном сезоне. Чего они добились? Ну, не скажу, что достаточно легко. Но все-таки сделали свое дело. За счетом 3-1. Ну а не удовлетворен, не было касания сетки. Ну а второй матч, как я уже говорил, позволили себе провести без своих лидеров, без Зайцева и Маркина. Там еще и Либера Владимир Шишкин пропускал встречу. Ну, в общем, смогли в любом случае на тайбреке кемеровчане выиграть у «Енисея». Ну и таким образом... Соотношение побед и поражений только улучшилось. Как оно будет сегодня, пока непонятно. Но в 7-12 Титич пошел подавать. Андрей Титич в прошлом матче с московским «Динамо» был таким своеобразным «Х-фактором», который вернул в жизни команду в четвертой партии своими подачами. Посмотрим, как сегодня. Маркин здорово принял. Да, ну и тут хорошая атака Всевожелеза, но будет и вторая волна у кемеровчан. Ну и, пожалуйста, тут Бонасера, сеньоры, сеньориты от Ивана Зайцева. Добрый вечер. Никаких проблем не испытывает. Не успевает Антон Андреев воздвинуться в сторону блока. Но в открытые двери Иван Зайцев захочет, что называется, на ура. Ну и смотрите, какая подача великолепная. А Зайцев, что говорить, один из лучших по эйсам в нынешнем сезоне. Действительно колотит без зазрения совести. Но и в данной ситуации Титич просто провожал этот мяч глазами. Косая подача уходящая. И еще раз в том же ключе, но на этот раз прицел малость сбился у Ивана Зайцева. И в итоге балл достается Нижегородской команде. Но в любом случае такой гандикап очень серьезный. Рисуется первая партия для Кузбасса. 14-8. А тут еще и сброс мяча. 15-8. Все складывается, пока лучше не придумаешь. Красманович там, по-моему, атаковал. Давайте посмотрим еще раз. Да, это действительно он. И так зряче в пустое место на паркете этот мяч отправляют. Серп. Есть ошибки, конечно, на подачу. Ну, могут себе это позволить волейболисты из Кемерово. Но поскольку запас прочности хорош на старте этого поединка. Почему бы не рискнуть? Но Твецкий, Маркино пока все заряжают. Нижегородцы, видимо, ждут, может быть, какой-то ошибки. А здесь тройной блок закрывает атаку гостей. И 10-15. Ну, не думаю, что уж прям вот все абсолютно потеряно. Да, сейчас на подаче Виецкого еще можно попробовать поискать эти брейковые очки. Я говорил, что Зайцев третий бомбардир российской суперлиги мужской. Но на Виецке четвертый между тем. 16-10. Действительно, очень хорошие показатели у Виецкого. Но вот в прошлой игре, может быть, чуть-чуть Дмитрия не хватило в окончании матча на тайбреке. Будь он чуть поудачливый, поинтереснее. Если бы смотрелся, то вполне возможно, нижегородцы смогли бы забрать себе ту встречу. Но опять же, если говорить о каких-то турнирных раскладах, то вот второй матч подряд так уж получается, что никто никуда не двигается, какой бы результат ни случился. Вот в предыдущем матче с московским Динамо все тоже было абсолютно ясно. Динамо первое. И никто уже не достанет. А нижегородцы восьмые. Ну и сегодня то же самое. Кузбасс уже абсолютно точно второй. Воспользуюсь Кемеровщини тем, что залихорадил в какой-то момент Казанский Зенит. Но они по сезону показывали более цельную игру. И все это помогает им напрямую шагать в финал шести. Алексей Вербов пока что-то объясняет Петру Красмановичу. Здесь Марки. И вроде бы все было в темп, но не попадает в площадку Александр. Родные, можно так сказать, для него эти стены, но по прошлому сезону. И действительно для Маркина забойная эта позиция из четвертой зоны. Сколько уж он очков там набрал. Со счета можно сбиться. А вот здесь здорово Севажелес на задней линии. Атака. Но закрывают, закрывают наглухо. Ивана Зайцева. А все-таки такая передача, где высоты, наверное, все-таки не хватило Зайцеву. Давайте смотреть еще раз. Ну и отведенный мяч чересчур, конечно. Тут можно было надеяться лишь на то, что где-то там от блока он улетит в аут. Руки здорово перенесли нижегородцы. И подача Кобзаря. Игорь Кобзарь сборник регулярно ему сам его привлекает. Ну и сейчас видим, не справляются. Андрей Тетич тоже достаточно сложная атака нарисовалась. И понимая, что вот сейчас, если попробовать не достать, то поезд из Кемерова далеко уйдет вперед. И с этой партией будет закончен. Давайте послушаем. Ну ничего тут ровным счетом я не услышал. Шепотком сейчас разговаривает с своими подопечными Юрий Филиппов. А в некоторых моментах даже прикрывается планшетом для того, чтобы все это осталось тайной за семью печатями. Ну и продолжение следует. Проверяется подавать Игорь Кобзарь. Ну вот сегодня есть возможность у нижегородских болельщиков посмотреть. В деле еще одного из лучших связующих российского чемпионата Кобзарь. Наряду с Павлом Панковым в предыдущем матче за московское Динамо. Но мы видим, что действительно здорово Кобзарь подает. И понятно, почему сам его на регулярной основе вызывает его в сборную. И он там становится основным связующим. Кобзарь со своими 197 рост. Подает действительно классно. Ну вот наконец-то, да, вот когда Петровса дошла. Тут Виецкий старается мяч бросить. Но есть хорошая подстраховка у Кузбасса. Ну и все это приводит к тому, что... 21-13. 21-13. И понятно, тут может капитана уже попробовать, что называется, где-то... Ну не напихать, скажем так, а где-то постараться мобилизовать своих партнеров. Виктор Никаненко нам сейчас его показали. Так поглядывает в сторону табло. Ну и снова переходящий мяч Кобзарь. Четвертую зону, там Маркин по линии. Все просто здорово. Не узнаваем пока АСК, честно говоря. В начале этой встречи не могу понять, с чем это связано. Даже в проигранном поединке 0-3 тому же Казанскому «Зениту» подопечные Филиппову смотрелись куда лучше. И борьба там действительно была. Просто в каких-то эпизодах точечных. Казанцы были предпочтительны. Но вот пошли замены. Понимает, что что-то не ладится в механизме игры его команды Юрий Филиппов. Фитцову бросает в бой. Ну и также... Хайбулов появляется на площадке. Фитцов головой все о ту же стену. Великолепный блок Узбасса. Щербаков и Маркин тут наглухо просто прикрывают атаку АСК. Кобзарь тут уже может и палатку разбивать на подачу. Давненько он там заночевал. Питеркин на Титича, но... Монстр-блок! Это просто чудеса какие-то. Трайной блок страивается уже. Тут Зайцев к Маркину с Щербаковым присоединяется. Ну и просто без вариантов. Смотрим еще раз. Повтор великолепно. Руки перенесли. Да, что тут сделаешь? Даже и подстраховать нет никакой возможности. Ну вот Хайбулов на Фитцова. Так. Ну и похоже... Блок-то разорвал. Фитцов, скажем так, попал там в междоручье. Ну и в итоге не попал в площадку. Все это означает, что 25-13 с очень серьезным преимуществом. Кузбасс обыгрывает АСК в первой партии. Ждем продолжения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Кожа на самих себя. Ну, наверное, не узнают эту команду и болельщики, находящиеся в фоке Заречи. Но вот хочется верить, что просто первой партии где-то нижегородцы не проснулись. Севажелес начинает эту партию подачей в сетку. Так попытался укоротить, но уж слишком коротко сыграл. От Виктора Никоненко, как я уже говорил, тоже очень многое зависит. Но, блин, поскольку капитан действительно харизматичный такой мусочина и, естественно, попытается своих партнеров где-то подзавести. Но вот сейчас мы видим, что снова никаких проблем в доигровке у Кемеровского клуба. Зайцев просто колотит в пол. Зайцев, мы помним, уже выступал в российском чемпионате за московское «Динамо». Ну и сейчас, как я уже тоже отметил, в Кемерово безраздельно властывает так называемый «Царь» прозвище Ивана Зайцева. И вот снова атака даже так залетает у диагонального Кузбасса. Ну и сам радуется от того, что тут и трос в полном порядке за гостевой клуб. Давайте посмотрим еще раз. Атака, трос и мяч где-то там цепляют площадку. Длиннющая передача на Виецкого, но тут ошибка. Да, нет, тут даже проблемы есть. Чурбакова, возможно, подвернул голеностоп. Ну вот та же самая проблема, которая и не позволила в предыдущем матче принять участие Светну Соколову, болгарскому диагональному московского «Динамо». Тоже вроде бы на ровном месте. Но очень неприятно это всегда. И желаем, давайте посмотрим, что же там было. Ага, на ногу, на ногу Ивану Зайцеву приземляется. Вот почему тут случилась вся эта беда с Михаилом Щербаковым. Ну, что делать? Так бывает. А возможно, просто сейчас такие серьезные были болевые ощущения от этого подворота, но мы видим, что Щербаков проявляет мужество, не уходит с площадки. Ну, тут идут выяснения по эпизоду. Ну и вот еще и Кобзарь на правах капитана тут решает поговорить с судьей на вышке. Ну и в итоге все готово к продолжению этого поединка. 3-2 пока АСК впереди. И Андрей Титич на Катьком перебивает мяч. Щербаков на приеме. И Маркин, ну, Зеленков этот мяч достает. Но от его руки он улетает на другую сторону за пределы площадки. Я говорил, что Маркин хорош, что так же хорош он был, как и в прошлом сезоне. Здесь мы видим, даже где-то рискует по линии. По запросу команды АСК состоит судейская процедура в виде просмотра игрового момента. Переход средней линии. Да, ну тут на переход средней линии сейчас будет смотреть. Давненько что-то кино не включали, но и вот сей момент состоялся. Ну, я не сказал еще, наверное, о том, что два коллектива уже встречались в нынешнем сезоне. В Кемерово тут 3-0 в пользу Кузбасса. Ну, и была еще кубковая встреча. И там снова Кузбасс был сильнее, и снова в трех партиях. Но вот, если же вспоминать прошлый сезон, то если мне не изменяет память, там нижегородцы неплохо отцеплялись в выездном поединке, по-моему, 2-3 проиграли. Но вот в этом сезоне пока с Кузбассом не слишком ладится. Да, был переход центральной линии. Запрос команды АСК не удовлетворил. Не удовлетворил. 3-3. Да, не очень хороший прием Петеркина, но и в итоге там приходится с нижегородцем убираться. Антон Андреев попытались тут блоком сработать у сетки. Ну, ничего хорошего из этого не получилось. Маркин продолжает подавать. 4-3 уже. Впереди Кузбасс. Ох, и здесь первый темп вроде хороший, но как в защите Кузбасс работает. Просто огненно там этот мяч достает где-то в районе паркета. В ближайшее окончание розыгрыша Нижегородца все-таки забирают свое. Ну и подача Антона Андреева. Традиционный планер. Севажель слегка принимает. Ну, а дальше Щербаков. Похоже, все в порядке. С Михаилом нормально подпрыгивает. Голеностоп, видимо, не беспокоит. И болевые ощущения ушли. Ну, кстати, когда подворачиваешь голеностоп, в принципе, что-то потом может вылезти. Да, тут сначала есть боль, потом она вроде бы куда-то пропадает, а потом могут тоже там случиться проблемы. В любом случае, мы, как всегда, в случае с любым волейболистом Михаила Щербакова желаем только здоровья. Ну, а пока Дмитрий Виецкий на подаче. Это всегда небезопасно для соперника. Виецкий, Маркин с Шишкиным на двоих. Что называется, мяч принимает. И что, приходится. Нет, там Петеркину приходится постелиться. И, ну, естественно. А вот здесь, в темповом ключе, и Виецкий, конечно, из второй зоны, где он царь и бог зарешал. Ну, и 6-5. Виецкий на подачу, вновь высоко. Поднятый мяч. Здесь Сиважелец достанет. Есть перевод. Ну, а это может быть и лишнее. Ну, и снова даже атака, возможно. Маркин пробивает. Ну, а дальше Петеркины. Все-таки они достучались. А в этой атаке, говорю я про Нижегородцев, но мы видим, что у Кобзаре прекрасное настроение, поскольку и Кузбасс в этом розыгрыше нужно отметить и похвалить. Как же здорово они боролись за каждый мяч. Вроде бы уже и безнадежно. Но это окончание эпизода. Насколько все-таки красочный был розыгрыш. Виецкий, 7-5. Ну, вот вроде бы и АСКА начинает где-то включаться. И как все здорово. Красманович. Сирп, конечно, тут завис. А-ля Майкл Джордан. И дальше Калот. Зайцев. Могучая подача, но справляется с ней Нижегородцы. И в защите снова Кузбасс тащит. Сивожелец на другую сторону. Все просто и понятно. И 8-6. Такой маленький и легкий Гандика присвоится в пользу АСКА. Но, похоже, все-таки проснулись подопечные Филиппова. Сейчас так подбирают ключи. Но опять же Кузбасс выделяется тем, что, конечно, защита смотрится очень здорово. Но порой против Виецкого нет приема. Ломит по полной программе диагональный АСКА. Ну и когда летит у Виецкого, тут его остановить крайне сложно. Но опять же, блок-то не идеален. Мы видим прекрасно на этом повторе. И вынужден Алексей Вербов переговорить с своими подшипными. Но поскольку так немножко угрожающе начинает ситуация смотреться, 9-6 АСКА впереди. Давай, давай, мужики! Ну что ж, переговорили по душам и те, и другие. Но прежде всего Алексей Вербов. Посмотрим, как это все скажется. И вы смотрите, что творит Александр Петеркин. Неожиданно, крайне неожиданно для Кемеровской обороны. Тут Зайцев с кем-то из партнеров не разобрался. Классная подача укороченная от Александра Петеркина. Еще раз повтор этого эпизода. Но и мы видим, да, тут ни Шишкин не пошел, нет. Но и закрывают. Закрывают Ивана Зайцева. Но вот это вот, конечно, уже круто смотрится. Закрыть не кого-нибудь, а Ивана Зайцева дорогого стоит. Ну и понятно. Титич и Виктор Никоненко. Чехлят. Вместе со всем своим авторитетом. Ну а дальше атака. Из центральной зоны. И здесь попытались тоже блоком поработать нижегородцы. Но тут нужно было все-таки подстраиваться. Да и не поспевал Виктор Никоненко где-то там руки перенести. И жестко их подставить. Севажелес. Хорошая подача получается. Площадки. Но в плане эйсов именно Севажелес. Кузбассе лучший. Даже посильнее он. Зайцева и того же Маркина. Исходя из статистики. Ну а пока. Виктор Николаевич готовится. Хорошо подал. Будет тут определенная сложность. У Кузбасса. Но и нижегородцы как-то подрастерялись от того, что все вот так вот получается. Легко. Ну и видим, что Кузбасс просто бесподобен порой в защите. Как они достают этот мяч. Здесь тройной блок. Не работает. Нашли нижегородцы там какую-то легкую брешь. И 13-7. Ну вот мы видим, что в этой-то партии все несколько по-иному заворачивается. И достаточно уже комфортное преимущество у нижегородской команды. Ну и если Кузбасс думал, что здесь в Нижнем Новгороде он на вороном проедет и 3-0 себе запишет, то, конечно, они серьезным образом ошибались. АСК достаточно опытная команда. Для того, чтобы в какой-то момент перевернуть ход встречи. Ну и к тому же на один день больше было на подготовку к этой встрече у нижегородцев. Да и переезд он тоже из Кемерово, наверное, достаточно много. Значит, в 11-м, как я уже говорил, была последняя игра у Кузбасса. 10-го у нижегородцев. Но они имели возможность готовиться к этому поединку в родных стенах. И мы видим снова не задевает мяч конструкции потолка. Дальше Бончорно-Бомбини. Зайцев легко тут разбирается с двойным блоком. И Красманович на подаче. План разопускает Антон Андреев. И вот опять же мы видим, надо же, как здорово Севажелец здесь вытягивается в стронку. И все это позволяет Кузбассу в окончании розыгрыша забрать себе балл. Итак, потихонечку преимущество с 13-ти 7 расставило до 13-ти 10. Юрий Филиппов вступает в игру и берет тайм-аут. Дальше Бончорно-Бомбини. Да, ну и посмотрим, повлияет, как этот тайм-аут у Филиппова на положение дел на площадке. Ну и Красманович ошибается при подаче. Так, немного добавил огня своему планеру, но в итоге мяч улетел за пределы площадки. Ну и теперь латвийский привет от Денниса Петровса. Ну, опять же, иногда все это осложняет жизнь соперника АСК, но не в этом случае здесь великолепная. Доводка до связующего, ну а дальше Щербаков первый темп. Сегодня пока он работает в очень-очень неплохом режиме у Кузбасса. Ну а здесь что это было? Петровс и Антон Андреев недопоняли друг друга и тает преимущество. АСК. И снова все это происходит, между прочим, на подаче Игоря Кобзаря. Да, вот меняются времена, тает преимущество, можно было сказать, как мартовский снег, но нынче это все не в моде. Тут уже приходится говорить про апрельский снег, Кобзарь помогает в данном случае. Тринадцать, пятнадцать. Тринадцать, пятнадцать. Ну, понятно, что сейчас нижегородцам нужно стараться держать, по крайней мере, съем для того, чтобы тучи не сгущались. Маркин. И фребол. Спокойно Щербаков контролирует ситуацию. Четырнадцать, пятнадцать. И есть проблемы на приеме. Зеленков сегодня не безупречен. Надо сказать, и Маркин здорово сейчас подает. Сестнадцать, четырнадцать. А у нас тем временем на площадке в составе АСК появляется Александр Мельников. На подачу, но в силовой манере сейчас атаковать не стал. Ну, а дальше все тот же. Великолепный первый темп от Щербакова. Ну, уж сколько наколотили. Сам Щербаков на подаче. И у него здорово летит. Мяч-то не задевает потолок, но с другой стороны улетает далеко. А вот добраться нет никакой возможности. А теперь в накат Щербаков. Снова переходящий мяч. Ничего не попишешь. И Иван Зайцев. Семнадцать, шестнадцать. Очень круто. И по темпу, и по высоте смотрелась эта атака. Семнадцать, шестнадцать. Андрей Титикца. На площадку выходит Иван Валяев, номер тринадцатый. Семнадцать, шестнадцать. Ну и перемен требуют наши сердца. И в данном случае Валяев появляется на площадке в составе АСК. Болельщики пытаются поддержать свою команду, но снова в защите великолепен Кузбасс. Зайцев сбрасывал мяч. Здесь тройной блок вырастает на пути Петеркина. Двойной блок, но не замечает его. Иван Зайцев точно укладывает мяч по линии, но блок, он где-то там в стороне остается. И вот так вот, шестиочковое преимущество ближе к экватору для АСК. Тринадцать семь, по-моему, прекрасный был счет. У нас сейчас уже восемнадцать, шестнадцать. Кузбасс впереди. Первый темп от Никоненко сегодня пока еще этого не было. Виецкий. Ну вот удалось, наконец, сняться игрокам АСК. Но опять же, Щербаков очень многое сделал на подаче для того, чтобы Кузбасс вот так все с ног на голову перевернул в этой второй партии. Дмитрий Виецкий. Ну и снова там сейчас этот мяч полетит под самый потолок. Мощная подача, но... Это перебор. Ну а теперь принимайте от Ивана Зайцева. Снова очень мощно и показывают игроки Кузбасса, что мяч там в площадке, где-то цепляет линию. Зайцев такое ощущение, что в некоторых сомнениях находится. Но там были игроки, которые поближе к эпизоду находились. Смотры игрового момента. Поле аут. Ну вполне возможно, сразу несколько игроков Кузбасса увидели то, что мяч где-то там в линию попадает. Сейчас на табло 18-19. АСК очень близко, но вот если решение... Смотрим. Да нет, ау. Но тут просто какие-то миллиметры. В данном случае. Интрига сохраняется. Так бы, конечно, сложно было АСК в окончании этой второй партии при счете 20-17. Первый темп закрывает Красмановича. Так, подстраивались достаточно долго под этот первый темп Нижегородцу, но и в итоге одиночным блоком Виктор Никоненко закрывает серба. И что там, тайм-аут? Да, похоже, тайм-аут при абсолютно равном счете 19-19. Второй тайм-аут команды Кузбасса. Итак, 19-19. Петеркин на подаче. И в аут. Он бьет Петеркин. 19-19. Хотя, опять же, так приглядывались все игроки АСК. А может быть, все-таки попал. Но потом все встает на свои места. Бал Кузбасс. 20-19. Севажелес. Хорошая подача. Просто прекрасная. Фрибол. И снова есть возможность уйти вперед. Такимировчан. Севажелес. 21-19. Завершает атаку. Сам подал, сам добил. Ну, все здорово. И снова. Евгений. И опять же, не справляются нижегородцы. Есть выбитые приемы. Атака мощнейшая все того же Севажелеса. Ну, тут вроде бы как все по нотам расписано. У Кузбасса. 22-19. 19-22. 22-19. И приходится Юрию Филиппову. Но вот где-то... Не справляются с подачей Евгения Севажелеса. Никак не могут принять нижегородцы. И все это в окончании второй партии. Три очка. Это, конечно, уже многовато. Однако можно опять говорить о том, что способны нижегородцы на маленькое волейбольное чудо. Сходя из предыдущего матча, там вообще 22-17 проиграли в московском «Динамо» в окончании четвертой партии. Но достали и на балансе дожали москвичей именно в этом сете 26-24. Поэтому все возможно. И сейчас, видимо, ситуация складывается таким образом, что просто нужно сняться на подачу Севажелеса. Не тут-то было. Севажелеса продолжает поливать доигровщик. Но я говорил, что Севажелес один... Не то, что один из лучших, а лучший по эйсам составе Кузбасса. Но и сейчас мы видим, что в Питеркино бьет. У Александра порой случаются проблемы на приеме. Не самая-то его сильная сторона. Ох, а здесь еще и сетка за Севажелеса. Просто какие-то чудеса творит. Даже с верхним тросом удалось доигровщикам Кузбасса договориться. 24-19. Просто комфортнейшее сейчас состояние у гостей. Пять сэдмолов. Здесь Валеев принял. И наконец-то есть возможность атаковать. Но атака это идет в аут. Все это означает, что вот вроде бы при хорошей игре АСК на каком-то этапе сета 25-19. И второй сет оставляет за собой Кузбасс. Ну и сможет ли еще что-то из себя выжить АСК уже в третьей партии? Что-то новое продемонстрировать и предъявить сопернику? Будет понятно уже через несколько минут. И пока после двух сыгранных партий такое серьезное превосходство гостей. 2-0 по сетам. Опять же, если брать то, что происходило в первой партии, то там вообще темный лес для нижегородской команды. Но во втором вроде бы какие-то связки наладили и достаточно долгое время лидировали. С комфортным даже счетом. Плюс 6 было в середине партии. Ну а вот дальше случился некий провал. Включились по полной программе Евгений Севажелес на подаче. Александр Маркин тоже неплохо подавал. Но Зайцев априори. И так уж получается, что 25-19. Опять же, солидный, комфортный гандикап у Кузбасса и в окончании второго сета. Но посмотрим, что будет в третьем. Пока, опять же, традиционная подача Зайцева, с которой не справляется Валеев. 2-1. Серьезные сложности испытывают. Ну, действительно, классно подает Зайцев. Очень косо мяч летит. Очень близко к линии. И, конечно, достать. Но сейчас поменял направление. Однако, опять же, фрибол и снова проблема. Здесь Севажелес попытался обмануть. Питеркин тройной блок смягчает атаку нижегородской команды. Ну, а дальше Севажелес. Он и левой рукой, оказывается, может. Марки. Она снова скидывает этот мяч. Ну, кому же достанется очко в этом длинном розыгрыше? В итоге Дмитрий Виецкий все это завершает. 2-2. 2-2 на старте. Александр Мельников во второй партии попробовал такую простую подачу подать для того, чтобы мяч просто держать в игре. Ну, и сейчас особой сложности не испытывает Кузбасс. Тут какие-то разговоры начинаются, видимо, на тему того, чтобы мяч коснулся паркета. Ну, а дальше двойной блок. Виецкий и Никоненко. И показывает Вербов, что надо бы посмотреть, а мяч-то коснулся там паркета или нет. И арбитры отправляются просматривать этот эпизод. Удовлетворен запрос. Да, похоже, не успевает здесь игрок АСК руку подложить под этот мяч. Есть касание паркета, а это все означает, что Кузбасс выходит вперед. 3-2. Севажелес, подача. Да что ж, сегодня и Зеленковым дотвориться никак он не может принять. Хотя славится, конечно, Артем тем, что вот даже сильной подачи его не выбить. Называется Искалии, но здесь, опять же, мяч улетает далеко в аут от рук Зеленкова. Петравс. Четвертая зона на Петрыркина. Аут. Зеленков попытался. Вытянутся на всякий пожарный случай, поскольку мяч мог и в площадку лететь. Но вот контролируя ситуацию и летя в воздухе, Зеленков понимал, что в ауте он будет. Вот смотрим повтор этого эпизода. Ну да, ты абсолютно прав. Мало ли что может быть. Зайцев. Ну и снова пограничная ситуация. Снова нужно смотреть. Вербов говорит, давайте будем играть. Не будем на ничего смотреть. Виецкий. И в сетку. Ну вот еще и у Дмитрия Виецкого тут стопориться делал на подаче. Ну а такое ощущение, что Кузбасс на самолет торопится обратно в Кемерово. Где-то добавляет. И в итоге все складывается в пользу кемеровской команды. Подача и снова проблема. Но здесь все-таки Петровс как-то выкрутился из этой ситуации. И на Виецкий этот мяч отдал. Там нет касания паркета. Хотя посвистывают трибуны. И еще раз подсунем. Рука теперь Александра Маркина. Но вот во втором случае нижегородцы все-таки своего добиваются. однако снова видим, что на съеме есть определенные сложности у АСК. И опять же защита Кузбасса. В третьей партии все так же хороша, как и в двух предыдущих сетах. И тыркин. Ох, ну вот теперь и он включает свою мощную подачу. И есть проблема на приеме у волейболистов Кузбасса. А Петеркин подает там, где Севажелес и Шишкин. Но теперь немножко смягчил Либера. Легко этот мяч. Доводит. До Сляскину и 6-6. Кобзарь на подаче. Игорь Кобзарь особенно в первой партии очень неплохо подавал. Но первая она вообще получилась для Кузбасса едва ли не идеальной. А здесь Кобзарь делает небольшой презент своему сопернику. И Виктор Никаненко. При счете 7-6 на подаче. И Зайцева попадает там в самую линию. Метил Виктор Никаненко. На неприятной высоте для Зайцева. Не сумел он совладать с этим мячом. А может быть еще раз стоит Никаненко по тому же. По адресу. Но в данном случае уже Зайцев готов. Снова от блока отыгрались Нижегородцы. Нижегородцы на Виецкого. Мяч в голову тут Щербакову попадает. Ну а дальше. Алексей Мачаев не успевает. 6-9 тайм-аут команда Кузбасс. Уважаемые любители волейбола. Приглашаем вас 28 марта. Плей-офф. Команда Эль-Сайцев принимает 2 делу новой урингой. Начало 17-4. Ну что ж, вынужден Алексей Вербов реагировать тайм-аутом на то, что происходит сейчас в данной ситуации на площадке 9-6. Вновь Нижегородцы так потихоньку забирают инициативу. Но снова возникает вопрос, хватит ли сил на всю партию. Здесь Никаненко рискует, но... Мяч попадает в верхний трос и в итоге сваливается на стороне АСК. Маркин, его подача. И снова есть проблема. Есть проблема с приемом. АСК. Ну вот Маркин, Севажелес, Зайцев, конечно. А если подключается к обзоре с Щербаковым, тут очень сложно становится. Нижегородцам. Ну вот сейчас Маркин такой планер запускает. И снова тяжелая будет атака у АСК. Здесь валеет. Чудесным образом тройной блок обводит. Ну а дальше атака Маркина. И его удается закрыть волейболистам АСК двойным блоком. Пока работают и у АСК определенные свои контрмеры против лидеров Кузбасса. Петрофс на подачу. Сегодня пока у латвийского связующего не особо ладится. Но вот сейчас в линию решил Севажелес сыграть. Тот достает. И мяч между руками и сеткой проходит. После атаки Ивана Зайцева и 9-10. Минимальное преимущество хозяина. Щербаков на подачу. Петрофс на Виецкого. И что там? Мяч никого не коснулся. Да, похоже на то. Опять же в этой расстановке, конечно, не так страшен Дмитрий Виецкий. Как и с позиции второй зоны. Но вот это все надо, конечно, пережить. Здесь Валеев нормально принял. Атака. Блок есть у Кузбасса, но с другой стороны. Неплохо Иван Валеев отыгрывается от него. Вау. Сам же на подаче. Тут уж как пойдет. От игры к игре у Валеева по-разному. Нет. Ошибка. Ивана Зайцева. 12-10. Сохраняет это двухочковое преимущество. Нижегородцы. Есть возможность у Валеева еще порадовать своих почитателей. Трос смягчает. Ну а дальше атака первым темпом. Трисманович. И снова тут получается, как в предыдущем эпизоде. По верхнему тросу, никого не задевая, мяч улетает. Снова Валеев. И флажок вверху. Все это означает аут. 11-13. Хотя близко. Все это близко в исполнении Ивана Валеева. Но теперь другой Иван выходит на аванс сцену. И тут надо быть внимательным. Но не договорился с верхним тросом Иван Зайцев не переваливать этот мяч на другую сторону. Хотя, если бы все-таки перешел, то там было бы сложно, конечно, нижегородцам доставать. Мельников. И снова через трос. А здесь Кобзарь. Проявляет хитрость, свойственную связующим. Не стал через передачу играть. Просто сбрасывает мяч в таком виде, что есть там определенное место пустое на площадке. Сиважелес. Ну вот здесь сейчас могут возникнуть определенные проблемы. ВСК. Но снова через трос. Это все помогает облегчить задачу принимающим. Ну а в данной ситуации Обмачаев тут начинает показывать, что именно Кузбассу должен достаться. Должен достаться этот результативный балл. ВСК состоит в судейской процедуре в виде просмотра игрового момента. Касание блока. Касание блока по запросу Юрия Филиппова смотрит. Смотрит сейчас судьи. Пока в этой встрече. После челленджей чаще были правы именно гости. Но вот как будет оно сейчас. Ну и снова все играет в пользу Кузбасса. Не было там касания блока. 13-14. Еще раз повтор этого эпизода. Ну да, так, конечно, не понять. Но на повторе все достаточно предельно ясно. И снова Зеленков выбивает с приема. Какая-то беда сегодня с Либера. Но не знаю, может быть там Юрия Филиппову стоит на этой позиции попробовать того же Крайнова. Но пока тайм-аут. 14-14. И надо сказать, что Кузбассу снова прибавляет. Тайм-аут АСК. Тайм-аут АСК. Итак, смотрим. При абсолютном равенстве в третьей партии Евгений Севажелес на подаче. И опять проблема у Зеленкова. Но вот сейчас, правда, мяч сваливается на сторону АСК. И здесь хитрит Александр Питеркин. А Зеленков такое ощущение, что сам сейчас не вдумевает, что с ним происходит. Почему он не может принять. Опять же, чудесным образом этот балл достается нижегородским волейболистам. Но проблемы, проблемы есть. Вецкий. А Мачаев там здорово принял. А дальше первый темп. И 15-15 абсолютное равенство. Красманович. Ну вот он вроде бы особо ничем не удивлял в плане подачи. Ну и сейчас тоже прицел стоит поправить в сербу. Поскольку не попадает в площадку. А вот Александра Питеркина уже проходила. Причем проходила и в третьей партии. Опять же, в центральную зону. Возможно, в надежде на некую неразбереку. В защитных построениях Кузбасса. Ну и мы видим, что Питеркин усложняет прием Кузбассу. Здесь снова хитро хотел сыграть Игорь Комцарь. Но на этот раз просчитался. Попал в сетку. Выбитый прием. Но доставляют мяч до Маркина. Достаточно близко к сетке. И хорошо по высоте. Поэтому Александр разбирается в этой ситуации. 16-17. 16-17. Ну и на повторе очевидно, что не безупречен был нижегородский тройной блок. Кобзарь. Петровсу тут нужно исправлять ситуацию. Валиев. Да. Есть касание. 18-16. Ну и капитан Нижний Новгород. Виктор Никоненко снова в Зайцево. Опять же так, под самую боковую линию Зайцев будет решать эту ситуацию. Валиев. Последние его передачи от блока отыгрались. Но будет еще одна атака и снова Валиев. Но на этот раз, похоже, касания блока не было. 17-18. 17-17. В любом случае, нижегородцы пока имеют определенное минимальное преимущество. Но тут нужно держать. Держать съем. Во что бы то ни стало. Маркин здорово подает. Валиев очень тяжело было. Ну и Петровс будет просто переводить ее. Ну и смотрите, во что это выливается. Денис Петровс. 19-17. Еще тот хитрец. Сбрасывает мяч. И абсолютно это все неожиданно для игроков Кузбасса. Хотя ситуация такая безнадежная, казалось бы, была. Петровс. И атака Севожелеза. Смягчили нижегородцы. Еще сейчас Виецкий. Огня добавит. Обмачаев. Его передача. Ох. Ну вот то, что делал Петровс предыдущей атаке. Сейчас приблизительно то же самое делает Иван Зайцев. На катиком в обвод там блокирующих. Еще раз смотрим. Ну и теперь уже неожиданно для самого латвийского связующего. АСК. Щербаков. Валиева. И мяч. Валится в аут. Хотя так долго глазами игроки Кузбасса его провожали. В надежде, что попадет он под самую заднюю линию. АПЛОДИСМЕНТЫ 20-18. Держатся игроки АСК. Валт Валеев. Опять же, риск. Куда без него. Но тут бесполезно несложную подачу на другую сторону переводить. Поскольку все это очень быстро Кузбасс превращает. По определению в первый темп. Зайцев. Подача. Зеленков. Ну наконец-то. Что-то внятное в его исполнении после подачи Ивана Зайцева. Но мы видим, что снова тут тяжелая. Тяжелая атака. У Дмитрия Виецкого. Вроде бы в своей комфортной среде. Но не попадает в блок. И не попадает в площадку. Зайцев. И на этот раз сетка. Не просто смягчает. Но и мяч еще валится. Нижегородцы к этому ко всему готовы. С одной стороны. С другой. Атаки нет. А вернее она есть. Но неудачная. Снова похожая мимо блока. И снова ваут. Но на этот раз Юрий Филиппов предпочитает взять второй свой тайм-аут. Не складывается пока концовка у нижегородцев. Что во второй, что в третьей парте. Словно газ в полку. Кузбасс включает. И на полную программу. По полной программе начинает работать. Именно в окончании партии. Партии. Ну и надо сказать, что Кузбасс действительно хорош в этом сезоне. Команда на многое будет претендовать. В финале шести. Но мало того, чтобы напрямую пробились. По регулярному сезону став вторыми. То и вот еще. В сегодняшнем матче можно понять. Абсолютно точно за счет чего Кузбасс попытается забраться на самые верхние строчки в плей-офф. В защите очень здорово порой. Но и подача, конечно, у многих игроков классная в составе кемеровской команды. Кобзарь как связующий здорово руководит игрой. Но вот сейчас первый темп. Краснамановича закрыли. Нижегородцы будут иметь возможность. Винецкий. На эмоциях. На эмоциях. Нижегородцы вытаскивают брейковое очко. Верму пока не реагирует. Намельников еще раз попытается хорошенько подать. Но это только на словах. На самом деле Александр колотит точно в сетку. Но пока 22-22. Тут начинаются у нас волейбольные качели. Севажелис. Его выход. Снова проблема у Зеленкова. Выбитый прием. Но Винецкий да. В тяжелую ситуацию попадает. Тут Питеркин этот мяч доводил до него в окончание. Но говорить при таком раскладе о какой-то стройности в атаке уже не приходилось. 23-22. Кузбасс выходит вперед. И Севажелис снова подаст. Теперь шансы чуть предпочтительнее уже кемеровской команды. Ох. Вновь очень здорово заряжает. Питеркин. Маркин. Краснадович. Ох. И, казалось бы, ситуация-то безнадега для Кузбасса. Но, опять же, это все только визуально. И до того момента, пока мяч не попал к Петру Краснадовичу, серп по ситуации разобрался просто великолепно. Северка по номер 8. Виктор Нинканенко. На площадку выходит Антон Андреев. Номер 5. Замена. Северка по номеру 8. Антон Андреев. Первый темп сегодня не работает с участием Виктора Нинканенко. Традиционная комбинация Петровс-Нинканенко провалилась. А в этом матче очень здорово эту атаку стерегут. Мальболисты Кузбасса. Питеркин. Но сейчас блеск. Хорошая последняя передача. И по высоте. Но все для Александра Питеркина было сделано идеально. Однако сет мол имеет... А вернее матч мол имеет Кузбасс. В окончании этой третьей партии. И... Попробуют все-таки зацепиться в этом матче. Сейчас все в руках волейболистов Кузбасса. 23-24. И одного съема кемеровской команды будет предостаточно. Но Винецкий... Ой-ой-ой. Дмитрий Винецкий решил рискнуть. Но в итоге в сетку попадает. И 3-0. Кузбасс сегодня выигрывает... Ну, я скажу, что, наверное, где-то с заявным преимуществом. Поскольку как только подопечные вербовы добавляли, это было видно невооруженным взглядом, то вот сразу же появлялись проблемы АСК. Ну что ж, есть у команды Юрия Филиппова время для того, чтобы поправить свои ошибки для плей-офф нынешнего чемпионата. Напоминаю, что нижегородцы встречаются с факелом из Нового Уренгоя в нокаут-раунде. Как оно будет, узнаем уже через неделю в первом матче. Ну, а вторая встреча состоится здесь, в Нижнем Новгороде, 28 марта. На этом наша трансляция подошла к концу. Помогал вам ее смотреть комментатор Александр Белкин. Всего вам доброго и любите российский волейбол.